Маленькая Милане всего второй день от роду, а она уже вошла в историю. Первый ребёнок, который появился на свет в новом перинатальном центре больницы Середавина. Малышка родилась в срок с массой чуть больше трёх килограммов. Мама Анастасии наблюдала здесь с начала беременности. Не первый раз лежу. То есть на сохранении лежала. Знаю, какие условия. Всё, врачи хорошие. В другом отделении пациентки в ожидании часа Х. Ольга Садовникова готовится к рождению второго ребёнка. Первого рожала в обычном роддоме. Есть с чем сравнить. Здесь мы лежим вдвоём, друг другу не мешаем абсолютно, но можем пообщаться. У нас отдельный санузел, отдельный душ. В общем, условия, конечно, замечательные. Палаты одноместные и двухместные. Все удобства – кнопка связи с медперсоналом. Кажется, что такие условия можно получить только платно. Но вся медицинская помощь будет оказываться бесплатно по родовому сертификату. Уже у нас перинатальный центр загружен очень даже хорошо. У нас уже находится 44 женщины в перинатальном центре. Основное его предназначение – это госпитализация и родоразрешение женщин высокой группы риска нашего Самарского региона. Подъездные пути для скорой со специальным боксом. Все условия для людей с ограниченными возможностями. Врачи, прошедшие специальное обучение. Это медицинское учреждение самого высокого уровня. В новом перинатальном центре открыто 10 индивидуальных родовых залов и 3 операционных, а также отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. Самое сердце – неонатология. Здесь спасают и выхаживают глубоко недоношенных малышей. Кювезы, аппараты ИВЛ, инфузионные насосы создают ребенку условия, как у мамы в животике. Здесь все самое современное оборудование. Есть и единственный в области аппарат для гипотермии. Он помогает минимизировать или вовсе устранить поражение центральной нервной системы. Клетки мозга не погибают в этот момент, что вот для чего это все и проводится. А потом ребенок постепенно согревается и уже дальше проводится лечение такое, как и всем остальным. Это важно начать в первые часы после рождения. В центре есть два инфекционных родовых блока – отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин, у которых возникли осложнения, угроза прерывания беременности. Кроме того, здесь теперь могут сохранить беременность тем, кому было запрещено рожать по медицинским показаниям – при наличии сахарного диабета, бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней суставов. Пациентов в реанимации могут навещать родственники. Самарский перинатальный центр сможет принять до 5000 родов в год. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События.